Притча о драконе. В одной китайской провинции жил дракон. Люди каждый месяц должны были платить дракону непосильную дань и отдавать самую красивую девушку. Но в провинции жили и достойные храбрецы, которые врывались в дворец дракона и сражались с ним. Многие юноши пытались вступить в сражении с драконом в его дворце. Но каждый раз на балкон дворца выходил глашатой и провозглашал «Дракон жив!» Победил дракон. Прошло много времени. Нашелся очередной смельчак. Когда его любимую девушку отвели к дракону, он взял меч и пошел во дворец. Открыв ворота, он зашел в огромный зал. Посередине стоял трон. На нем лежал старый и дряхлый дракон. Юноша пару раз ткнул его мечом. Дракон издох. Юноша пошел по длинным коридорам дворца искать невесту. Вдоль стен стояли бесчисленные сундуки, набитые золотом и драгоценностями. По мере того, как юноша двигался по коридорам дворца и дивился богатству, которое теперь по праву принадлежало ему. И стал наслаждаться блеском и красотой алмазов. У него отрастали хвост, когти, клыки, чешуя. Юноша запускал руки в горы золота и не мог оторваться. В конце коридора открылась дверь на балкон. Внизу стояла толпа народа. Глашатый объявил, как обычно. Дракон жив. Победил дракон. Юноша удивился и стал переубеждать глашатая. Мол, дракон повержен и лежит пронзенный мечом. Глашатый лишь указал на зеркало. Юноша повернулся к зеркалу и узрел, как у него, восхищенного блеском камней и золота. Глаза осверепела, а руки стали перепончатыми. На балконе стоял молодой, голодный и свирепый дракон.